Мой моин 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 говорят, наносит ущерб в целом экономике Советского Союза, хочу, чтобы возглавили. Это был транспортный комплекс. К этому времени, вот, уже два года сложилось такое положение, что транспорт работал очень плохо. Железнодорожный, морской. А в Советском Союзе, в большой стране, все зависит от транспорта. Например, завозили большое количество зерна из Канады и Соединенных Штатов Америки. Выгружали в портах, допустим, Новороссийских, где-то. Надо было перевозить их до Сибири, а железнодорожный транспорт не справлялся. В зимний период, ну, как раз в декабре это уже была зима, в зимний период железнодорожный транспорт работает изрухом плохо. Угольная промышленность не выполняет план, не добывает столько угля, сколько надо. А большое количество электростанций в Советском Союзе работали на угле. Например, уголь, который добывался, допустим, в Донбассе, на Украине, надо было его доставлять в центральной части России. Или морской транспорт, а Советский Союз располагал большим транспортом морским. И он не справлялся с перевозками. И другие виды транспорта. И вместе с тем, бам! Звини, отваги, колокол, дороги все, кто молоды, нам карта побед вручена. Очистив дар останутся, собачьи славы станцы, запомните их имена. Любовь, комсомол, невеста. С самого первого дня отъезда комсомольцев на БАМ, с начала стройки и до последнего метра и открытия Золотого звена и окончания столицы БАМа, мы снимали свою кинолетопись БАМа. То есть летопись жизни, судьбы людей, которые работали там. Начали его строить в 1974 году, и заявили о том, что он в 1984 году будет пущен в эксплуатацию. А уже в начале 1983 года, когда я начал работать, меня назначили председателем комиссии по строительству БАМа. БАМ уже оставал за год, а там еще половину работы не было. А БАМ тогда имел большое значение тоже. Поэтому он возглавил на меня и это обязанности. Гейдар Алиевич Алиев был председателем государственной комиссии по строительству БАМ. И вообще он был не только председателем этой комиссии, но он курировал наше министерство путей сообщения. Позже уже на меня возложили и торговлю, на меня возложили легкую промышленность, обязанности всей социальной сферы. Это вся система образования, вся система здравоохранения, вся система культуры, кино, печать, ну многое. Когда Гейдар Алиевич пришел сюда в Москву, когда он был первым заместителем председателя совета министров, и когда он курировал, значит, Минтранстрой наше, то мы с полной, значит, почувствовали, значит, действительно глубину этого человека. Да, это без красных слов, потому что он это, ну, крупный организатор производства. А нам производственникам всегда нравилось. Нам не нравилось, когда, значит, эстеты там, значит, и все это хорошо, а вот когда производственник, когда он чувствует, да, твою проблему, понимает ее и находит, поскольку у него все-таки кругозор пошире, да, находит решение, то это для нас было очень важно. В судьбе Гейдара Алиевича было много перекрестков. Одним из таких перекрестков или, хотите, магистральных направлений было, конечно, курирование вопросов транспорта, связи, ну и в том числе, и, может быть, в первую голову, строительство БАМа. Вот он в 82-м году, когда возглавил комиссию, так, по БАМу, до этого был там и Мазуров был, вот, а когда он возглавил эту комиссию, мы тоже почувствовали, значит, ну, такое влияние, активное влияние на ход событий. На его долю выпало строительство Байкало-Амурской дороги. Это была очень спорная, критическая проблематика, но жизнь заставляла нас идти на строительство этой дороги протяженностью 2600 километров. И эта дорога имела огромное значение в тот период, потому что производительность той дороги, которая была построена при царе батюшке, она уже исчерпала свои возможности, и дорога начала приобретать не только хозяйственные значения, но и стратегические значения. Вот начал я заниматься БАМом, ну, начал регулярно проводить комиссии, слушать, в каком состоянии, на каком участке что имеется, обнаружил, что с БАМом дело плохо обстоит. Несмотря на то, что огромные деньги вкладывались в стройку этой магистрали, часто люди простаивали, потому что не вовремя поступали строительные материалы, шпалы, рельсы и другие там комплектующие. Я помню тогда в Совете Министров, в комиссии тогда очень бурные споры такие были, и он все-таки в конечном итоге принял правильное решение. Он для того, чтобы принять какие-то решения, должен был сам убедиться и в условиях стройки, для того, чтобы оказать помощь, содействие, скажем, какими-то решениями по материалам строительным, по быту и условиям работы строителей, он должен был своими глазами убедиться. Мы узнали, что он приезжает непосредственно на стройку, и мы, конечно, пожелали снять о нем сюжет или даже отдельный фильм. Но рассказали об этом руководству и нам пообещали, что с ним свяжутся и дадут знать, когда и где он даст нам такую возможность. Поехал, по-моему, 10 дней. В Москве я сел поезд, ну, конечно, у нас специальный поезд был, чтобы останавливать где можно и так далее. Ну, во-первых, он располагался в таком шикарном, красивом вагоне, все окна были зеркальны, видно все прекрасно было и справа, и слева, что происходило. Поезд шел, посреди вагона стоял большой стол, весь уложенный картами стройки. Геннадий Ильич встретил нас очень приятливо. Он занимал все-таки высокий пост в государстве, и люди такого ранга часто были высокомерны, пренебрежительно относились к прессе, а Геннадий Ильич нет, был другого совершенно склада, очень контактный, очень дружелюбный, сразу устанавливал дистанцию такую короткую, с ним легко было говорить. Он слушал, он отвечал серьезно, иногда с улыбкой. Вообще, должен сказать, что он человек, с моей точки зрения, очень строгий. И я знал, что начальство Бамовское очень боялось встречи с ним, и за те промахи и грехи, которые, конечно, там были, ответственность нести перед ним наверняка боялись. С нами же, с корреспондентами, он был очень приветлив, мягок, внимательен. То есть, никакого напряжения в отношениях не чувствовалось. Нам надо было установить камеру, как это всегда делается, свет, объяснить ему, что мы хотим. Он все это сделал, встал в том месте, где нам было удобно снимать, и мы снимали его время движения этого поезда. Но самая интересная, конечно, съемка была на этой станции, где его встречали, на станции, которую строили азербайджанцы. Это был такой радостный, счастливый эпизод. Действительно, вы здесь героически трудитесь, делаете большое дело, честно и добросовестно выполняете свой долг перед Родиной и перед партией. Большое спасибо вам за ваш труд, за ваши большие достижения. А вы останетесь в истории, как основоположники этого будущего города. Я был свидетелем его встреч в Тынде, очень теплых встреч. Безусловно, это был видный деятель нашего правительства и привлекало внимание буквально всех, кто находился, так сказать, и проживал на этой территории. И он никогда не обходил и не проходил мимо того, чтобы не встретиться буквально не только со строителями, чисто строителями, но и со всеми присутствующими. И эти встречи были, конечно, очень теплыми. И вот я вам показывал фотографии, есть у нас, которые запечатлели его встречу в ряде пунктов пребывания его. Они свидетельствуют сами за себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Я заходил в магазины, на рынки и так далее. Но и в городе вообще сплошились, что как же так Алия. Ну все же знали, мои портреты везде. Алия входит по улицам города. Там секретарь об ком они не делали этого. Ну вот заходил в один магазин, второй магазин, третий. И значит, пока я находился в магазине, уже выходило что-то, человек пятьсот собрало. Ну кто-то жалобой обращался, кто-то просто высказывал свое уважение и так далее. И вот комсомольство на обуре в одном магазине большом вышло. Двое молодых подошли ко мне и сказали, что у нас вы же нас отправили сюда. Ну вы знаете, тогда у меня большая программа была по обучению молодежи в различных городах Советского Союза и других республиках. Их мы здесь при конкурсе зачисляли и они обучались. Они были довольны, я был рад. Это был человек, который общался и с руководителями различного уровня, с дорожного транспорта руководителями, и с простыми рабочими. Вот помню, на какой-то станции, сейчас название не помню, остановились, собралось много народу, рабочие, путейцы, эксплуатационники, строители, окружили его. И он почти час с ними беседовал, отвечая на их производственные и житейские вопросы. Нам очень приятно было, вот что этот великий человек по-простому общается с простым народом. Одна женщина подошла к нему и говорит, Гейдар Ильич, помогите мне с квартирой, мать-одиночка. А что такое, что вам квартиру, дорога не может выделить? Она говорит, да уже обещают давно, но никак не могу дождаться. Дети подрастают, то все тесно уже становится. Он обращается к руководителям горьковской дороги, говорит, ну, товарищи, рассмотрите, посмотрите внимательно, если есть возможности, конечно, надо помочь. Я потом интересовался, прошло некоторое время, действительно, она получила квартиру. Так вот на каждой станции едешь, останавливается, он идет по объектам, он очень интересовался, причем с народом всегда очень активно контактировал, очень активно. выходил к людям. Ну, интересные люди живут в Сибири, там, в этих районах, общался с ними. А потом разбор, ну, и каждый получал то, что требовалось, то, что он считал нужно, нужно раздать. Проехал по всем участкам. Конечно, были участки, которые уже были в нормальном состоянии. Были участки, где еще надо было 2-3 года работать. Были участки, где надо было 5-6 лет работать. А самый тяжелый участок оказался это, значит, проходка Север-Муйского туннеля. Там большие горы сибирские, очень сложные тектонические условия, очень высокая сейсмика, и геология очень сложная. И поэтому, видимо, проектируя, значит, бан, допустили ошибку или другое место не было, запланировали строительство туннеля 15 километров. Вроде 15 километров это небольшое расстояние до туннеля. Но, однако, там гора или Крунт оказался насколько трудный, тяжелый, что его не могли порагать. Водный бассейн, который оказался над тоннелью, оказался больше, чем предполагалось. Поэтому проходчатые работы шли все время с откаткой воды. Это была река, по сути дела. Река выходила из тоннеля и затрудняла проходчатые работы. Трасса Север-Муйского туннеля выбрана там, где туннели строить нельзя. Там 4 тектонических разлома. Поскольку я курировал этот вопрос, еще будучи первым замом министра путей сообщения, я знаю. Точно так же, как знаю, что на строительстве Север-Муйского туннеля погибли люди, потому что вот эти выбросы, они были неожиданными. Это сложнейшее сооружение инженерное. Те сложности, которые там строители, это невозможно описать. Это все время обрушивание пород, это потоки горных рек, которые туда прорывались в этот тоннель. Это совершенно неожиданные ситуации. То одна порода, то порода более твердые. Ну, я решил сам залезть в туннель. Мне говорят, ну что вы и так далее. Меня сопровождали несколько министров, работники ЦК из Госплана. Большая группа у меня была. Ну что вы, зачем? Я говорю, нет. И вот я говорю, дайте нам одежду, в какой работают люди там. И оденемся. Ну, конечно, такие резиновые сапоги до сих пор. Но специально одежда, потому что сверху все пекло. Как часть пути он сел в вагонетки, которые ходили, там, значит, в три погибли согнулся. Он думал, человек могучего роста. Проехали на вагонетки, а потом там, где шло бурение и все, шли пешком. Но я говорил, что условия там очень сложные. Сверху вода льет, сбоку вода льет. И ничего, Гидар Ильич это как должное воспринимал. Стройкой есть стройкой. Тяжело было, конечно. Потому что шли мы на эти вот, в глубина воды вот так было. Вот поварим мы шли. Я прошел. И за мной все прошли. Посмотрел. И увидел, что действительно условия тяжелые. И те обещания, которые дают, они не соответствуют действительности. Потом мы на машинах через гору переехали в восточную часть тоннеля. И там переночевали мы, потому что ехать было трудно, дорога трудная была. И утром там я начал, значит, пройти по тоннелю. То же самое условие. Очень тяжелое. Ну, вышли, я там провел большое совещание. Ну, какие нужно было указания дал, сроки и так далее, и так далее. Самое главное, он знал, какое решение принять. И понимал, что он ответственность на себя берет. Есть два типа руководителей. Это руководители, которые не принимают решений, которые могут так или иначе быть опасными с точки зрения их собственной карьеры, с точки зрения их позиции. И таких руководителей, к сожалению, история видит в большинстве. И есть руководители, которые решения принимают. Гейдар Ильич из тех людей, который принимал решения. Вот когда на Северомуйском тоннеле мы застряли, да и когда там, значит, срывали сроки, вот решение проблемы обхода, чтобы не идти через уклоны там крутые, а все-таки сохранить 18-тысячный уклон, чтобы можно было обеспечить проезд. Вокруг этого крутилось очень много проблем. Были за и было очень много против. Очень много было против, потому что, мол, дополнительные траты там и так далее, и так далее, что, мол, давайте. А 40-тысячный был обход построен, уклоны, там два тепловоза меняли, там четыре цепляли. И он все-таки в конечном итоге принял правильное решение. И тогда вот этот 60-километровый обход, да, был построен и дали возможность, обходя Северомуйский тоннель, выйти туда на восточный участок Бама. И там уже дальше, возможно, закончил этот сквозной проезд по Баму. Здесь он сыграл огромную роль. И поехали дальше. Потом есть такой город Тында. Это называется центром Пайкал-Амурской магистрали. То есть это город, там города не было. Его построили с того времени, как начали строить Байкал-Амурской магистрали для людей, которые там работают. Это в Амурской области. Но мы остановились там. Там я провел очень большое совещание. Ну, кроме работников-строителей ПАМа, железнодорожников, транспортников, работников транспортного строительства, я пригласил руководителей всех областей, через которые БАМ проходил. И вот мы сегодня должны рассмотреть вопросы, связанные с выполнением постановления ЦК КПСС, принять необходимые меры для того, чтобы полностью обеспечить возможность притворения в жизнь патриотической инициативы коллективов магистрали, решения ЦК КПСС. Комиссия Совета Министров по вопросам строительства магистрали систематически рассматривает вопросы, связанные с сооружением магистрали. Уже строительство магистрали подходит к концу. Мы сочли необходимым всем составам комиссии, с участием других руководителей Министерств и ведомств Союза, на месте ознакомиться с положением дел, ходом строительства и рассмотреть возникшие вопросы. Мы должны сосредоточить свое внимание прежде всего на нерешенных вопросах, на узких местах по строительству магистрали, на недостатках для того, чтобы мы сейчас, до того, как можно будет открыть движение на всем протяжении, могли бы принять соответствующие меры, устранить недостатки и обеспечить ускорение работы на всех участках. Все по деловому обсуждались, все конкретно обсуждались вопросы. Поднимается, выступает кто-то, так сказать, в части касающийся решения им соответствующих задач, его заслушивает. Внимательнейшим образом слушается. Не перебивается этот товарищ. И по завершению его выступления ему, если есть необходимость в этом, задаются конкретные, не какие-то вопросы, так сказать, для того, чтобы задать вопросы, а конкретные вопросы, которые, безусловно, должны быть решены или, может быть, по которым нужно в последствии после этого мероприятия, этого совещания, оказать соответствующую помощь. Большое совещание провел. Очень серьезно покритиковал и сказал, что вы обманываете государство. Зачем вы даете неправдоподобные информации? Выступавший товарищ знал, что он понесет строжайшее наказание за ложь. Илья Шков-Тиратич. В общем, жесткий у меня был разговор с ними. Потом поехал дальше. Когда мы прилетели на станции Бамовская, мы находились в разных вертолетах. Два вертолета было. Я во втором вертолете, а Алиев был в первом вертолете. И вот первый вертолет запутался в пути. Мы сели в Бамовское, а вертолета Алиева не оказалось. И вот мы его искали по всем точкам. Где он? Где он? Вертолет, на котором прилетел Юдар Алиевич, он опустился недалеко от того места, где клали шпалы бригаду Бондаря. Он вышел, подошел к бригаде. Была такая теплая тоже задушевная встреча. Он стал интересоваться условиями труда, что и как, чем нужно может быть помочь. Естественно, и Бондарь, и ребята стали на перевой просить у него помощи, чтобы их в дальнейшем как можно регулярнее снабжали строительным материалом. И он им пообещал помочь. Ну что, ребята, я передам Константину Стивеновичу, всем членам политбюро, все, о чем мы здесь с вами поговорим. Самое главное, что передам, ваш настрой хороший. Знаете, ваш энтузиазм, ваше желание работать еще лучше. Ведь все то, что вы вот делаете, вы выполняете по существу те задачи, которые поставлены в решениях последних пленовых цехов. Ребята предложили, давайте, Григорий Ильич, забейте очередной костыль на этой, значит, нашей дороге. Я прошу вас, забейте в наше звено вот этот символический костыль, который мы забиваем во все звенья, которые уже прошли на прошедшем участке. Я не был уверен, что он согласится, не каждый бы пошел на это, а он сразу сказал, пожалуйста, давайте. Ну, не каждый, я бы сказал, справится с этим делом. Я боялся, что он или промахнется, или... А ничего, с нескольких ударов, я уж не помню со скольких, он вбил этот костыль под аплодисменты и тем самым оставил о себе такую реальную вещественную память на Бармене. Эта поездка осталась мне в памяти как яркая страница в моей жизни. Потом поехал в Хабаровск, потом поехал во Владивосток. Там есть, дальше у Владивостока, порт Находка. Это крупнейший морской порт, который ведет все перевозки Советского Союза не только с Японией, но и всеми другими странами вплоть до Соединенных Штатов Америки. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. И потом вернулся обратно уже самолетом, чтобы не тратить время. И написал очень обстоятельную, но очень объективную записку политбюро но политбюро был такой порядок вначале рассылали такие записки членам политбюро они знакомились потом уже на очередном заседании проходил обсуждение и вот на очередном заседании когда проходил обсуждение я все это сказал но еще многое добавил того что записка не было отражено все ахнули все удивились как же так мы до сих пор мы не знали это и так далее и так далее ну я вот так реальность такая но главным там по строительству был министр транспортного строительства соснов он выступил пытался что нет мы все исправили но я его посадил на место после того как нам удалось собрать как я считаю немало интересного материала в кладе гидролича в строительство бама мы значит по согласованию с госк кино сделали о нем значит этот фильм документальный я вообще за время работы на студии общение с руководством госк кино много раз сталкивался с при сдачи своих картин по разным перспективы роста транспортных связей в восточной сибири и на дальнем востоке были в центре внимания гидара левича алиева главное место занимал конечно по иногда приглашали на сдачу картины в госк кино смотрели и высказывали свое мнение вслух но чаще они избегали этого просто брали копию сами смотрели за кулисами ничего вам как автору не говорили подписывали акт о приемке и дальше судьба была в их руках отчета они не студии не автором не давали это их было право так было заведено к сожалению директор нашей студии сказал что фильм принят подписано скажем деньги за работу вы можете получить но дальше тишина владимир павлович выходит так что этот фильм кроме вас никто не не никто нет нас и руководство госк кино который посмотрел а приняло и положили на полку гейдара левич 18 фильм об ами с участием члена политбюро и первого заместителя председателя совета министров ссср гейдара лива не был выпущен на экраны был запрещен почему ну его не пустили за меня правда его могли бы пустить допустим же ну если не восемьдесят третьем восемь четвертом восемь пятом году но в это время уже все ревновали мне очень ревностные отношения ко мне было там были наверно более серьезные какие-то политические причины которые заставили не не позволили им еще раз показать роль и значение алиева на этой стройке его роль и значение в росте экономического могущества государства мы пытались отодвинуть его значит в сторону представьте что если такой летопись бама они снимали с самого начала если они 18 фильм это был значит до этого 17 фильмов ни одного руководителя советского союза не был и никто не был зафиксирован фильм а в 18 фильме показать от начала до конца алиева конечно они хотели тем более что уже в это время в восемьдесят пятом году отношение ко мне ухудшилось и она продолжала два года и восемьдесят седьмом году я ушел выставка да жалко конечно я не знаю это для печати не для печати жалко что тогда ну это политика такая была этого самого горбачева никчемные сильные кадры по убирал как раз он в расцвете сил был страну уже познал уже все и неразумная политика была она к этому и привела к развалу всего но вместе с тем бамовцы до сих пор помнят все это до сих пор помнят и не только бамовцы железнодорожники помнят об этом я скажу большом человеке государственном деятеле который для железнодорожного транспорта очень много сделал и я думаю то что он сегодня работает устойчиво его большая заслуга руководитель такого масштаба как гейдара ильич олив оставляет о себе только прекрасную память и мне в жизни повезло что я с этим человеком очень часто встречался это был спокойный солидный человек принимавшие решение предварительно тщательнейшим образом неоднократно обдуманно у нас с ним хорошие были отношения добра он поддерживал нас транспортных строителей очень поддерживаю жалко он мне остался в душе и сердце у него весь фильм сохранится это очень хорошо я его привез баку это очень хорошо знаете я так жалел что тогда еще когда я там не работал не взял его копию тогда это большое дело самое главное что копия запрещенного фильма нашлась долго искали но все-таки нашли спасибо теперь люди узнают всю правду о строительстве спасибо это для меня это для моей для меня для моей жизни это большое дело документ никуда не денешься сколько хочешь рассказывать но это рассказ а когда уже видишь это молодец спасибо спасибо за просмотр и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok